На последнем видео я говорила, что поедем снова гулять. И вот сейчас перед вами 15-минутное видео про нашу прогулку у озера. Но перед озером Димон заскочил на фермерский рынок. Немножечко прикупить мелочей Гарбузы всех размеров сквоши. Мы уже имеем несколько дома Гарбузиков. А вот Масюсик сидит, ждет. Стало после теплой машины немножко прохладно. Катя на резкость все на себя надела. Такое не часто бывает. Теперь я буду снимать здесь каждый подход Кати к воде. В конце этого видео даже будут лебеди. Еще все зеленое. Немножко красок есть. Вот красненькие деревья. Здесь мы на этой лавочке немножко посидим. Вот чизкейк пошел в ход. Это всегда возле таких озер, как наш резервуар. Все собачники. Там мы в соседний город ездили. Это попытка Димона и Кати посмотреть, есть ли гриб. Потому что в прошлом году Димон в этих местах находил грибы. Это мы все вдоль одного и того же озера идем по кругу. И разные выходы к нему. Вот здесь как пляжик прям настоящий. Солнце то выходило, то пряталось. Это я присела на камешки и снимаю Катю. И уток. Катя и утки. Все. Идем дальше. Ягодки разноцветные. Красивенькие. Пластмассовые. Здесь слышали дятлы. Но камера его так не возьмет близко. Вот увидели этого дятла. А вообще просто гуляли и все. Сложно описывать. Никаких событий особенно нет. Просто красивые места поблизости. Просто сейчас настроение у меня делать такие видео. Потом иногда приятно посмотреть. Особенно интересно посмотреть, как Катя меняется. Ну и вот сейчас так этим живем. Так проводим время. Тут как раз видно тот песчаный пляжик. Где Катя возле уток прыгала. Бросала в воду. Пошли на такой перешейк. Две воды разделяет дамба. Что-то красное. Наверное, на этой неделе уже будут другие цвета. Но не знаю, поедем мы туда. Нет. Вряд ли поедем куда-нибудь в другое место посмотреть. А Димон тут везде гулял сам. На велосипеде ездил. А сейчас нас возит. Показывает. Потому что без машины... На машине близко. На машине 15-20 минут. А без машины никак не добраться. Мы сварили кукурузки. Срезали ее с качанчиков. И взяли с собой. Сладющая здесь кукурузка. Быстро варится. А я все снимаю гладь воды. А еще у нас чаек был с собой. Имбирный. Из пакетика заваренный. Вода и облака. Может, использую этот сюжет для какого-нибудь зарисовки. Да, это вот уже облака сгустились. Узочки. Еду ищут. Собачники, конечно же. А мы просто идем и идем. И вы вместе с нами идете. Озеро это обходите. Вот ровно что видим впереди. И вот там парковочка. И по кругу пошли. И останавливались. На каждом пляжике. Или там, где можно было ближе к воде подойти. Это просто очки на лавочке висели. Димон примерил эту оправку. А здесь карта этого водоема. Хорн-понт. Рох. А вот показаны какие тут койотисы в Массачусетсе. А койотисов действительно у нас много. Мы их регулярно видим на нашей улице. То на травке отдыхают. То просто где-то пробегутся. И ночью я их слышу. Как могут. Они как лисички тявкают. Ну и подвывают. Как собачки. На луну. Дырявые листики. Катя что-то демонстрировала. Вот я попросила Димона и меня снять. Чтобы было видно. Как я выглядела в тот день. Я утеплилась по полной программе. Хотя было наверное градусов 14. Не то чтобы холодно. Это мы вышли уже на часть этого озера. Где у людей выходят дома. Прямо сюда. А с этой лавой тут сидели. И вид был такой. Посидели там какое-то время. И снова идем. Решили ближе к ли... Подойти к лебедям. Большие они такие. Видео не передает. А такие крупненькие. Крупное большое туловище у них. Водная гладь тучи. Птицы эти. Живут тут. Уже заканчивается наш круг. Вокруг вокруг. Круг вокруг этого понда. Хорн понд. В Обурне. Это город Вобурн. Один из соседних вокруг нас. Ну и все. Мы идем. Уже пришли на парковочку. Садимся ехать домой. И тут вышло солнышко. Тут тучки. Это я фотографирую. Снимаю тыквы, тыквы, тыквы. Повсюду. И дорога домой. По окрестностям приятно проехать. Тучки разошлись. Стало солнечно. А мы не стали. Вот это уже на Шарлингтон Хайтс. Вот вообще уже на поворот на нашу улицу. И все. Приехали.